российские военные новинки работают но против самих россиян ряд экспертов пришел к мнению что новейший комплекс рэп 3 тонн представлены рф в этом году опасны для жизни тех кто их использует новинка анти дроновая анти fpv дроновая установка мобильная которую можно носить как рюкзак можно но недолго уверяют аналитики не вдаваясь в сложные технические подробности 3 тонн по сути маленькая электростанция за спиной у бойца кроме того что сами компоненты содержат радиоактивные элементы так еще и передатчик радиопомех торчащий из рюкзака непрерывно облучает бойца и никакая кевларовая каска от этого воздействия не защитит количество энергии в первую очередь зависит от расстояния до излучателя в нашем случае излучатель находится чрезвычайно близко кроме того что он достаточно мощный но он находится непосредственно возле тела причем возле головы вреда тритона в таком случае становится очевидным для понимания по схожему принципу работают вышки сотовой связи 5g мощность тоже сопоставима около 60 ватт так вот согласно исследованиям безопасно находиться возле них можно на расстоянии не ближе 50 метров в направлении излучения и в пяти метрах сбоку или под ней принцип же работы тритона купольной то есть все кто находятся в радиусе до полсотни метров получают облучение при этом по задумке разработчиков боец с тритоном должен двигаться составе группы и радиокуполом прикрывать ее от удара дронами параллельно уничтожая беспилотники из противодронового ружья которое тоже идет в комплекте на деле же говорят эксперты такой защитник на украинских радарах превращается в маячок который не просто показывает где находится подразделение но и служит отличным ориентиром для удара любое радиоэлектронное излучение но отлично фиксируется и на него в том числе начинают ориентироваться силы противника да оператор такого комплекса это будет одна из приоритетных целей на поле боя кроме этого стоит понимать что оборудование находящиеся в рюкзаке без вентиляции греется соответственно на максимальной мощности она способна работать не более 20 минут после чего нужно останавливаться и охлаждать радиаторы да и заявленную площадь покрытия в 300 метров излучатели выдают лишь строго в горизонтальном положении то есть боец по полю боя должен двигаться стоя во весь рост с выпрямленной спиной при этом еще на полметра над ним будут торчать излучатели как говорится готовый подарок для снайпера понятно что так они пытались снизить уровень вредного влияния на военного которые используют это средство подняв источник излучения над головой но с учетом того что антенны по заявлениям разработчика создают купольную защиту мы понимаем что согласно диаграмм направленности излучение все равно может влиять на владельца этого рюкзака украинцы тоже разрабатывают мобильные станции рэп их тоже переносят в рюкзаках но изготовитель сразу предупреждает использовать только с наземного положения во первых так снижается уровень излучения во вторых есть возможность отойти от источника радиоволн и не становиться мишенью вместе с комплексом ведь жизнь бойца у нас ценится дороже любой даже самой ценной техники поэтому у нас такие комплексы называются окопными что такое-то небольшая такая система она там в двух-трех чемоданах таких помещается это антенна которая ставится в покупку судя из названия да и когда он детекти что над ним пролетает дрон вражеский в этот момент включает глушилку и дрона пропадает сигнал управления у дрона пропадает сигнал gps и дрон в этот момент он включается режим автоматически это либо режим возврата то есть назад на базу либо режим приземления но россиянам эти сложности ни к чему навесили на бойца килограммы вредной аппаратуры и пинками погнали на убой если каким-то чудом ему удастся выжить с этим рюкзаком самоубийцы по возвращению с фронта его ждет лучевая болезнь очевидно именно эту безысходность имели в виду разработчики прилепив а во время презентации тритона на манекен рядом с российским флагом изображение иконы и